Ребята, привет! Сегодня стартует ежегодная крупнейшая распродажа на Алиэкспресс, поэтому я закупил очень много всяких штуковин и хочу вам их показать. Ссылочки на всё добро, как обычно, есть в описании под видео. Прошлый обзор был про обычные инструменты, сегодня же посмотрим инструменты для пайки и около пайки. Ну и конечно же, если ничего из обзора вам не приглянется, просто заходите на главную страницу распродажи, и Алиэкспресс сам подкинет вам товары на основе ваших интересов. Тут главное вовремя остановиться, ссылочка тоже в описании. В конце видео вас ждёт такой же интересный конкурс, как в прошлом обзоре, так что смотрите ролик до конца, а он будет довольно длинным, как в принципе и все ролики на канале в последнее время. Кстати, я тут забыл ради освоил пайтон, на нём очень быстро и удобно можно писать всякие полезные штуки и скрипты. Например, сбор статистики о канале, которую не даёт сам ютуб. В данном случае меня интересовала средняя продолжительность видео на моём канале, для этого я выгрузил информацию обо всех видео через API ютуба и собрал табличку. И оказалось, смотрите-ка, продолжительность моих роликов растёт ровно прям по линейке, начиная с года создания канала. Вот эти пики, видимо, дали ролики длиной больше часа, которые выходили в те года. Пайтон как инструмент вообще довольно удобный. Не просто так он является одним из самых востребованных языков программирования и лидирует в отраслях веб-разработки, машинном обучении и разработке игр. В то же время это довольно простой язык для изучения, поэтому многие начинают свой путь в IT именно с него. Если вас не устраивает текущая профессия или образование, вы можете переучиться на пайтон-разработчика. Сделать это можно на платформе Яндекс.Практикум. И вот целых пять причин, почему. Первая. Структурированность и логичность программы обучения без лишней информации. Всё чётко и по полочкам. Освоить современные технологии и стать пайтон-разработчиком можно за 9 месяцев. Вторая. Теория подаётся в формате интерактивного учебника и сопровождается практикой. Видеолекции в программе нет, значит, освоить материал вам будет легче. С практическими заданиями и вопросами вам помогут наставники на онлайн-мастер-классах. Третья. В платформу встроена нейросеть Яндекс.ГПТ, которая поможет решить сложные моменты и повторить пройденную тему. Четвёртая. Карьерный центр Яндекс.Практикум поможет вам составить резюме и найти работу. Он трудоустроил уже более 10 тысяч выпускников, такие компании как МТС, Озон, Леруа Мерлен, ВТБ, Велберис и множество других. И пятое. У них есть бесплатная вводная часть, на которой можно попробовать формат обучения на платформе и оценить, подходит ли вам такая профессия. Вы узнаете, что такое бэкэнд, изучите азы Python и создадите голосового помощника Анфису. Если сомневаетесь, оставляйте заявку на сайте, чтобы получить консультацию специалиста, который поможет понять, подойдёт ли вам нагрузка и формат обучения. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и записывайтесь на курс Python Разработчик. Первое, что нужно для паяльного места, это силиконовый коврик, который не боится высоких температур, брызгов металла и разлитого флюса. Их есть много разных, я рекомендую взять самый большой, шириной 50 см, просто чтобы не ютиться на маленьком ковре. Если есть большое желание взять подешевле, то обратите внимание на лишний фикс прайс, всё по 185 рублей. В нём можно найти коврик меньшего размера, он простенький, не такой толстый, но за такие деньги просто подарок. С быстрой бесплатной доставкой, я не знаю как это работает. К сожалению, с ссылкой на товар в данном хитром разделе поделиться нельзя, поэтому я оставлю ссылку на саму категорию, и там уже можно зайти и самостоятельно поискать. С моего последнего обзора паяльников прошёл год, так что давайте начнём с новых моделей, которые мне удалось найти. Значит, вот такой вот паяльничек в бедной комплектации под названием T12P из фирменного подвальчика HandsKit. С ним в комплекте шло ещё жало, но за те полгода, которые он валялся у меня на разных полках, жало куда-то пролюбилось. Как я понял, он использует укороченные жало T12, поэтому я вставлю в него обычное T12, которое у меня было запасное. Стоит данный девайс всего лишь косарь, и ощущается довольно дёшево, но всё честно. Питается классически от 24 вольт и ниже, сзади есть стандартное гнездо под штекер. Время нагрева до плавления припоя здесь должно быть такое же, как у любого паяльника с жалом T12, то есть около 10 секунд, но вот так оно и есть. Давайте посмотрим, что он ещё умеет за косарь, потому что напоминаю, что народный SH72 сейчас стоит 1500, а у него регулировка даже не цифровая. Собственно, цифровая регулировка температуры, всё работает логично. А вот средняя кнопка здесь в лучших традициях кривых китайских программистов. Если по ней кликнуть, начнёт мигать стрелочка, а температура будет скакать. Это похоже на турборежим, но это не турборежим, потому что в итоге температура не меняется. Более того, данное поведение паяльника никак не документировано в инструкции. Вообще, средняя кнопка работает так. Подержать 3 секунды, чтобы войти в меню. Подержать 2 секунды, чтобы включить режим ожидания. Секунды тут, конечно же, китайские, поэтому к включению нужного режима нужно очень, прям, очень приноровиться. Чтобы выйти из режима ожидания, нужно кликнуть по любые кнопки. Если сойдутся все звёзды, то даже получится открыть меню, потому что я так и не понял, как и сколько нужно удерживать кнопку. Над меню тут максимально не заморачивались, пункты это цифры и расшифровка в инструкции, пожалуйста. Первые 3 настройки очень низкоуровневые. Это усиление термопара, опорное напряжение и калибровка жала. Далее шаг температуры, время режима ожидания, режим ожидания тут без датчика, просто по времени. И, я так понял, следующие 6 пунктов для сброса значений по умолчанию. Максимально китайское меню. Хуже мы с вами ещё не видели. Ну а за такие деньги это полноценный умный паяльник с цифровой регулировкой. По сути, из всех убийц TS-100 этот будет самым интересным по соотношению цена-качество. Единственный момент, жало как-то очень плохо зажимается в контактах. Я бы рекомендовал его разобрать и контакты всё-таки поджать. Следующий вариант более интересный. Комплектация тут уже побогаче. Ультра-мега-жирный Type-C Type-C кабель, таких я ещё не встречал. Изоляция кабеля, к сожалению, не силиконовая, плавится уже от примерно 200 градусов. Крокодильчик заземления, баночка припоя и сам паяльник. Ну вот, такое даже приятно распаковывать. Расплодилось, конечно, паяльников такого формата. Батюшки. А вот фонарик на паяльнике я вижу впервые. Жало здесь похоже на укороченные Т-12, но на странице товара они указаны как жало Т-85. Может какие-нибудь и специальные придумали. Здесь у нас очень интересный момент с креплением. Если вкрутить вот этот переходник, то можно будет вставить и закрепить жало Т-85. Но если его выкрутить, то паяльник будет поддерживать жало формата Т-100 под горячую замену без фиксации. Жало, кстати, сидит довольно плотно. Ну что ж, пока что модель кажется очень интересной. Как было понятно из провода, питаться можно от Type-C, ну и плюс стандартное гнездо. Но гнездо тут 5,5х2,1, а не 5,5х2,5, как у большинства паяльников с таким питанием. Поэтому штекеры без пружинных контактов могут немного раздражать. Потому что контакт может быть случайным. И еще один момент. Судя по всему, эти жало с пониженным сопротивлением, то есть они более мощные. Потому что блок питания от Т-100 не выдерживает и уходит в защиту. В этом обзоре я хотел порекомендовать данный блок питания. Потому что он какой-никакой фирменный, недорогой, хорошо собран, и самое главное, тут очень мягкий силиконовый кабель для подключения паяльника. Это тоже очень важно. Да, кстати, паяльник-шишка с укороченным ТС-жалом тоже не работает с данным блоком питания, а это меня очень сильно огорчает. Так что подключу паяльник к лабораторнику. И на разогреве он выдал 90 ватт. Это, черт возьми, много. Жало разогрелось за 7 секунд. Кстати, многие спрашивали про лабораторник. Не рекомендую брать такую модель. Китайские программисты не смогли нормально написать обработку энкодера, и использование данного девайса иногда, скажем так, раздражает. В инструкции указана поддержка Quick Charge и Power Delivery. Но Quick Charge работать отказался со всеми зарядниками и проводами, которые у меня были. Power Delivery через Type-C Type-C кабель завёлся нормально. Инструкция тут немаленькая и весьма подробная. Температура меняется. И из коробки тут есть Turbo Boost режим по удержанию передней кнопки. Причём продолжать удерживать кнопку не нужно, достаточно потом кликнуть, чтобы его отключить. Задняя кнопка – это меню. И тут сделано нормальное кайфовое меню, в отличие от большинства паяльников вместе с IronOS. Из меню можно включить режим температурных профилей. Это три температуры, которые задаются в меню, и на основном экране паяльника можно между ними переключаться вместо ручной настройки температуры. Это невероятно удобно. Например, для пайки мелочёвки хорошим припоем 270 градусов, для пайки чего-то пожирнее 300 градусов и так далее. В паяльнике есть датчик движения, и можно настроить время и температуру режима ожидания. Шаг температуры, единицы измерения, язык, повернуть экран правша-левша и включить фонарик. Чудеса какие. А также откалибровать жало и напряжение питания. Действия в меню тут не очень удобные, но с двумя кнопками сложно сделать лучше. В общем, тут есть всё, что есть в дорогущих паяльниках и даже больше, но за 2500. Данный девайс меня прям очень порадовал. Если вы ещё не купили себе паяльник после моих обзоров, то рекомендую вот его. Давайте, кстати, разыграем несколько таких штуковин, условия конкурса будут в конце этого видео. И есть у меня ещё одна забавная модель. Как бы шутки шутками про паяльник вейп, но это реально паяльник вейп. Забавная комплектация, положили всё, что плохо лежало. Бесполезный провод, дешманская отвертка с мелкими битами, дешёвая подставка, дешёвый пинцет, набор жал самых ходовых, топорик, скошенный цилиндр, конус. Жало ставится вместо парилки, а сзади выбирается напряжение, читай мощность. Только откуда здесь 4,8 вольт, не очень понятно. Пишите идеи в комментариях. Неужели повышайку вкорячили? Ну и самое забавное, конечно же, как эта сосалка включается. Нужно кликнуть 5 раз по кнопке. И чтобы выключить, тоже 5. Не очень удобно, мягко говоря, но как сделано, так сделано. И чтобы паять, надо зажать кнопку. И всё. Ну и держать её. За 10 секунд не нагрелось, и тут я вспомнил, что в инструкции рекомендуется поставить... Ну и всё нагрелось и расплавилось практически сразу. Для зарядки предусмотрена вот такая штуковина, потому что на корпусе USB гнезда нету. Это, конечно, минус. В общем, штука прикольная, для работы где-то в поле самое то, что нужно. И в отличие от других аккумуляторных моделей, он сделан прям хорошо, и даже регулировка мощности адекватная имеется. Но это уже заслуга того, что это вейп. Вообще, помимо паяльника, паять можно вот такой штукой. Я уже давно её купил, но попробовал вот недавно, и прям влюбился. Это нижний подогрев. Самый дешёвый вариант с элементами сделай сама. Цена начинается от 500 рублей. То есть в 3-4 раза дороже можно взять прям нормальный агрегат, с настройкой и вменяемым корпусом. Но для домашнего использования более чем хватит и сделай самой версии. Тут надо прикрутить ножки и подключить провод. Я использую готовый провод с вилкой и выключателем, продаётся вроде бы в Leroy Merlin. И вот так раз, и пошёл нагрев. Интересный момент. У меня пластины на 400 ватт, но при включении мощность прыгает до 600, а затем начинает снижаться и через 1,5-2 минуты доходит до рабочих 100 ватт. Потому что здесь есть термостабилизация. Вот например я дую на пластину и мощность поднимается, чтобы скомпенсировать охлаждение. Так что через 1,5-2 минуты от включения можно начинать паять. 20 секунд достаточно для того, чтобы припой расплавился и можно было например снять чип. Или точно так же припаять его обратно, смазав флюсом. Опять же 20 секунд и всё готово. Не нужно целиться паяльником, не нужно дуть феном, просто положил, 20 секунд подождал и готово. Храню в собранном виде прямо в этом же пакетике, так как пользуюсь довольно редко. Для пайки мелочёвки этим способом также очень сильно пригодятся следующие инструменты. Набор дешёвых, но весьма неплохих прецизионных пинцетов. Прямые, кривые и вдвойне кривые. Отполированы по месту и работают без перекоса. Флюсодавка. Абсолютно незаменимая штука, потому что давить густую жижу поршнем как в шприце абсолютно неудобно. Данный девайс позволяет и без усилия нажимать, и удобно прицеливаться кончиком одновременно. Единственный минус – слишком простая конструкция, и для смены шприца нужно выкрутить всю шпильку. Но, если шприц в арбозе один, то проблемы нет. Также существует более понтовая версия с быстрой сменой шприца. Позволяет разблокировать и вытащить весь поршень. Сделано вроде неплохо, но для густых жиж типа паяльной пасты лучше использовать предыдущую давилку. Здесь всё-таки пластиковый зубчатый механизм и сильно его лучше не насиловать. Кстати, флюс. Из китайских недорогих самый хороший вот этот – Amteach NC559. Более подробно по флюсам смотрите отдельный ролик на моём втором канале, там мой коллега тестировал различные популярные флюсы. Во время интенсивной работы с канифолью жало приобретает неаппетитный вид, и для очистки от всякой накипи, кусков дешёвого припоя и прочего мусора можно использовать вот такую бронзовую губку. Пару раз тыкнул, и жало абсолютно чистое. Если несгораемое жало перестало лудиться, существует такая штука, как восстановитель жала. У меня, к сожалению, нет примеров, на чём показать, но эта штука должна восстанавливать и сразу облуживать подгоревшие жала. Также можно использовать для быстрого лужения паяльника сразу после очистки об губку. В своих проектах я часто применяю вот такие проводочки. Покупаются один раз и их хватает на всю жизнь, потому что намотали их здесь довольно-таки щедро. Удобно, что есть разные цвета, но вот были бы они чуточку толще, было бы гораздо лучше. Изоляция у проводов очень тонкая, но при должной сноровке снимается кусачками. Но за что я люблю именно эти провода, заголить краешек можно просто прикоснувшись к нему паяльником. Они нормально лудятся и паяются, но всё-таки были бы они чуть толще, цены бы им не было, после пайки держались бы лучше, потому что сейчас они иногда отваливаются, к сожалению. Для сравнения взял ещё вот такие монтажные провода в удобной коробке с катушками. Опять же, несколько цветов, но сами провода сильно толще. Зачищаются нормально, изоляция у них довольно толстая, но вполне мягкая. Лудится тоже хорошо. Для радиолюбительских поделок в принципе в самый раз. Вот это у меня сечение 28АВГ, это 0,08 мм квадратных. В недавних проектах я начал использовать шлейф и решил поискать, есть ли на Алиэкспресс что-нибудь похожее и нашёл довольно-таки интересный вариант. Дороговато, конечно, но тут каждый провод маркирован своим рисунком и при укладке и подключении это чертовски удобно. Единственное, изоляция у них довольно толстая и жёсткая, то есть сам шлейф не очень поворотливый получается. Лудится, опять же, нормально, провод явно не из сплава железа с картоном, как часто бывает в китайских девайсах. Ну и стоит он нормально, так что не мудрено. Кстати, в работе с проводами я уже практически не использую обычные кусачки. Один знакомый профессиональный электрик, вы все его, конечно же, знаете, показал мне вот такой инструмент. Это самые дешёвые кусачки такого типа с Алиэкспресс, но работают они гораздо лучше любых обычных кусачек. Суть в том, что обычные кусачки просто сдавливают и сминают провод своими лезвиями по линии. И даже с острыми лезвиями длина реза получится очень короткая. Косые же кусачки облегают провод по всей своей окружности и создают именно режущее движение по изоляции. Некоторая изоляция прям слышно как разрезается. Поэтому такими кусачками изоляция снимается многократно проще и удобнее, чем обычными прямыми. Причём, как с очень толстого провода, тут вроде бы квадратов 6, так и с очень тонкого, который я уже показывал. Очень рекомендую данный инструмент. Я поначалу скептически к нему относился, но теперь на обычные кусачки даже смотреть не могу. Также открыл для себя вот такие штучки, как альтернатива лужению провода перед зажатием его в винтовом терминале. Набор наконечников разных цветов. И специальный кримпер для обжима этих наконечников. Продается прям вот так набором. Как говорится, сунешь пальчик, будет зайчик. Провод оголяется, подбирается подходящий наконечник и потом раз и всё. Провод обжат и максимальный контакт обеспечен. Такому проводу не страшны винты в винтовых терминалах и клеммниках. Можно зажимать его сколько угодно раз без последствий. Кстати, что еще касается зажиманий. Вот такие очень интересные есть штуки. Пружинный крючок, которым можно цепляться за разные контакты. Например, китайские модули без пайки пинов или к припаянным пинам и напрямую к проводам. Добавить сюда провод или джампер для подключения и получится очень удобный способ подключать и тестировать всякое. Вы наверняка видели на платах в бытовой технике черную, серую или белую субстанцию, в которой закреплены провода или заляпаны компоненты. Иногда это действительно самый обыкновенный горячий клей, который, кстати, бывает черного цвета. А иногда это специальный герметик. Бывает 704, 705 и 706, где 706 самый густой, а 705 самый жидкий. Этим герметиком заливают штекеры, разъемы, а также припаянные провода, чтобы снизить нагрузку на место пайки. Я для примера залью провода горячим клеем и рядышком герметиком. Застывает он около суток, если слой толще, то подольше. Проверяю, как держится. Горячий клей отвалился сразу, а герметик держится гораздо крепче. Я немного почитал, в общем брать надо 706. Он гораздо гуще, застывает тверже, лучше прилипает и держит температуру до 250 градусов. Именно поэтому его и используют. Он работает там, где горячий клей расплавится или просто отвалится. Все знают такую штуку, как третья рука. Я давно ей не пользуюсь, даже не нашел, где она валяется, потому что у меня есть, как я ее называю, третья рука и нога. Это очень удобная универсальная штука, своих денег стоит абсолютно. Все штанги гнутся под нужный угол и крепятся к столу на магнитиках, что позволяет расположить их как угодно. Есть еще вот такие шишечки. Как нетрудно догадаться, на них можно закрепить плату по угловым отверстиям и далее направить на нее лупу, свет, паельный фен для разогрева платы или микроскоп для удобной пайки. Единственная претензия, очень простой и дешевый узел крепления крокодильчиков. Они болтаются, а также смещаются при затяжке. Но с этим можно жить. Кстати, по поводу микроскопа. Могу вам рассказать про очень дешевую и популярную модель, которой пользуется ничком с канала заметки ардуинщика, и про реально хороший микроскоп, которым пользуюсь я. Дешевый микроскоп выглядит вот так и уже готов к работе. У него есть столик, подъемный механизм, подсветка и сразу на борту 4,5-дюймовый экран. Питается это дело от аккумулятора, который заряжается по USB. По качеству изображения это дешевая веб-камера, к которой, собственно, прикрутили микроскоп в виде объектива. Все сделано очень дешево. Колесики, кнопочки экономили буквально на всем. Но штука довольно-таки функциональная. Изображение выводится на бортовой дисплей. Сам дисплей тоже не очень хорошего качества, с плохими углами обзора. Помимо этого, видео можно писать на карту памяти или делать фотографии. И здесь же на дисплее смотреть. Можно подключить к компьютеру, как собственную веб-камеру, для просмотра и записи. Есть довольно полезный режим циклической записи на карту памяти. Можно включить запись и, например, работать. В общем, штука неплохая и довольно функциональная, если микроскоп нужен именно для работы, что-то припаять или проверить пайку. Приближение для этих целей более чем достаточное, но качество видео, да, беда. Я пользуюсь вот таким микроскопом. Это уже более серьезная игрушка. В комплекте идет станина с подъемным механизмом, качественная кольцевая подсветка с фокусировкой и питанием от розетки, кстати, очень яркая, гораздо ярче, чем кажется, и сам микроскоп. Здесь уже более серьезная оптика, да и сама камера это промышленная камера с довольно большой матрицей. Вон, смотрите, какая красота. Прям как на картинках. Микроскоп имеет видеовыход HDMI в разрешении 1080p, чтобы оно работало, нужно подключить питание 12 вольт. В таком режиме можно управлять настройками и всем прочим при помощи кнопок на корпусе или с пульта. На карту памяти видео тоже можно записывать. Либо девайс можно просто подключить по USB, и он тоже отобразится, как условная веб-камера. Например, тот же бандикам позволяет записывать свепки в полном разрешении. Это честный Full HD, картинка прям очень сочная, битрейт хороший, да и в целом я брал данный микроскоп больше для съёмки, чем для пайки. При самом близком приближении под объективом остаётся достаточное место для работы паяльником. Изображение выглядит вот так. При подключении по HDMI микроскоп выдаёт видео 1080p при 60 кадрах в секунду и почти без задержки. То есть при выводе на дисплей что-то под ним делать паять получается прям очень комфортно. Что касается применения не для пайки, то вот, например, птичий клещ. Вы его видите? Нет. А он есть. А вот так уже видно, что это за зверь. Да, в детстве мне такой штуки определённо не хватало. Ну хоть сейчас наигрался. Напоследок, давайте разберёмся с китайскими припоями. Был у меня очень чёткий план. Взять несколько самых покупаемых позиций и сравнить. Но спустя пару месяцев после заказа всё пошло не по плану. Часть товаров просто пропали с алика. Причём самых покупаемых. И ещё один припой всё ещё где-то едет. Вот про этот припой я уже много где слышал. В народе это называется Каина Синяя. Самый лучший китайский припой. 8 рублей за грамм при покупке 50 грамм и 5,5 рублей за грамм при покупке полкило. Покупался вроде как в официальном магазине, даже на катушке есть логотип. А вот у этого припоя 3,5 рубля за грамм на момент покупки было около 50 тысяч заказов. Это самый покупаемый припой на Алиэкспресс. Тестирую 270 градусов. Синяя Каина плавится моментально. 270 ей даже будет много. Плавится и сразу налипает на жало жидкой каплей. Это действительно очень хороший припой. Я думаю, вы и сами всё видите. Дешёвый припой. Дымит, воняет, выделяет реку флюса, но не плавится. 310 градусов. Еле-еле начал плавиться, причём большая часть припоя остаётся на проволоке. Припой очень мутный, серый, видимо сплошной свинец. Вот такой припой. Джин Ху рыжий, но ссылка на него не работает. Тоже 3,5 рубля за грамм, но он плавится от 270. Казалось бы, те же деньги, но это совсем другой припой. И есть ещё вот такой припой, который я обычно называю солдером. Покупался в том же магазине, что Синяя Каина, но дешевле. 6,3 рубля за грамм. И он тоже плавится от 270 градусов. В качестве референса могу показать пост-61 от Рексант. Пару лет назад мне его подарили целую коробку, и ещё на несколько лет мне его хватит. Так что в видео вы видите именно его. И от 270 градусов он себя ведёт точно так же замечательно, как Синяя Каина. Давайте тест на блеск. Вот это Каина. Обратите внимание, как легко и просто залудилось. А вот это самый дешёвый припой. Видимо, кроме свинца и канифоля там нет ничего. В общем, я намазал все припои, и вот такая картина. Каина и пост-61 блестят и паялись очень приятно. А остальные, ну вы поняли, нет. Что по цене. Условная катушка пост-61 стоит 7 рублей за грамм. Это дешевле, чем Каина, которая стоит 8. Но если взять полкило, это имба. Очень выгодно, и сам припой очень хороший, и хватит этой катушки на всю жизнь. С Рексантом, как у меня, лучше не сравнивать. Он необоснованно дорогой. Аж 17 рублей за грамм. К припоям мы ещё вернёмся в новом большом уроке по пайке. А тут давайте закончим, и так всё понятно. А на сегодня у меня всё, и остался конкурс. Условия конкурса такие же, как в прошлом обзоре. По всему видео я раскидал подсказки, в том числе в интеграции Яндекс Практикум. Вам нужно их найти, собрать из них кодовую фразу и написать её в комментариях под видео. Где-нибудь через недельку в телеграм-канале я оглашу результаты, выберу 5 случайных комментариев с правильным ответом, и их авторы получат паяльник Т-85. Спасибо за внимание, с вами был Алекс Гайвер, увидимся в следующем обзоре уже довольно скоро. Пока.